Ребята, всем привет! Это Власовец Игорь, и это мой подкаст «Базар за Дэнс», в котором я встречаюсь с танцорами и хореографами по всей России. И сегодня я в Красноярске, и сегодня у меня в гостях великолепная Анастасия Попова. Настя, ты, я знаю, ты одна из руководителей, сооснователей школы Highland Jokers. Да, это я. Это я. Так, вы многократные чемпионы по версии Open International. В России так и вы много раз побеждали сколько? Три-четыре раза? Один раз серебро, один раз золото, но это всё было впервые в истории России на мировом чемпионате. Да, да. Было почётно. Также чемпионы многократные по версии Open International и Hip Hop Unite. Вот Unite очень много раз. Так уже... Ну, там сильно слабее конкуренция. Понятно. Так, и ты у нас вице-президент Красноярского федерации фитнес-аэробики. Да, нашей местной федерации, которая Hip Hop Unite проводит на региональном уровне здесь. Старший тренер сборной Красноярской КРАД 2016 года. Ну, это тоже с Hip Hop Unite связано. И кандидат в мастера спорта по дисциплине Hip Hop. Ну, то же самое, да. Это всё я. Блин, ну ты, конечно, вообще. Да ещё у вас на счету больше 190 выигранных чемпионатов, насколько вам известно. Ну, это очень... Которые, наверное, сбьют. Это счётчик сломался, наверное. Это очень специфический подсчёт, потому что посчитать становится невозможным. И мы, как правило, выезжаем на чемпионаты всей школы и, ну, закрываем несколько сразу категорий. Были года на российском Hip Hop International, когда все три первых места во всех категориях были наши. Ну, кроме Мегакрю. Там другие ребята. Понятно. Скажи, пожалуйста, как ты пришла в тренерство и с чего у тебя всё началось? Вообще твое... Ну, с танцев, наверное, да? Это очень долгая драматичная история. Я, ну, несколько раз уже это рассказывала где-то своим ученикам. Я занималась... Я пошла заниматься танцами, вообще хоть чем-то осознанно заниматься. Ну, не считая танцев в чешках, в вязаных чешках от бабушки в 6 лет. После этого был огромный перерыв. Меня почему-то никуда не отдавали родители. В 7 классе или в 8 я сама решила, я хочу танцевать. То есть вот нет вот такой истории, типа я танцую с 3 лет, знаешь, как у всех. И в 13 лет я пошла танцевать. У нас была здесь местная студия, даже модельное агентство. И при модельном агентстве была небольшая танцевальная группа. Это называлось Max Models Dance. И как это, на мой взгляд, правильно должно и сейчас существовать, я влюбилась в тренера. Ну, то есть вот была девушка-тренер. И вот эта вот эмоция, когда ученик попадает на тренировку и впечатляется тренером настолько, что хочет... Подхожать. Я хотела, да, я хотела всё. Я хотела волосы, как у Юли, я хотела там часы, как у Юли, сапоги, как у Юли. И вот это вот желание, стремление тренироваться так, чтобы тебя похвалили, чтобы тебя заметили. На тот момент мы занимались в самой отсталой какой-то группе, и я стояла в самой какой-то последней линии. И спустя там года 4 она мне сказала, никогда бы не подумала, что из тебя что-то получится. Поэтому вот это вот стремление тренера влюблять в себя детей до сих пор стараюсь всем нашим сейчас преподавателям объяснять, что это очень важно. Но так случилось, что в один прекрасный день тренер, на которого я равнялась, уехала в Москву и там за границу работать и так далее. И танцевать стало просто негде. Я перебрала... Ну, это у меня лет, наверное, было 16. Перебрала абсолютно все танцевальные школы Красноярска, и всё было не то. Ну, типа, легко, недостаточно интенсивные тренировки и так далее. Мне всё казалось поверхностно как-то. И учитель физкультуры в школе говорит мне, Настя, ты же танцуешь, подготовь команду. Типа, у нас соревнования по фитнес-аэробике. Это уже какой класс? Ну, первый раз это было в восьмом классе или в девятом. И я взяла каких-то девочек-пятиклассниц на 3 года младше меня. Прочитала положение о соревнованиях по фитнес-аэробике, значит, подготовила их. На удивление мы выиграли. Есть где-то там сюжет в новостях об этом такой ностальгический. Но там я впервые увидела команду «Джокер». То есть мы выступали в фитнес-аэробике, а было ещё подразделение хип-хопа. И вот там я увидела команду «Джокер» под руководством Ивановой Людмилы Николаевны. И там выступала Настя Краськова и Ксюша Федотова, с которыми у нас сейчас наша танцевальная империя развивается и процветает. И я подумала, боже, как это круто. Ну, а я к тому времени уже немного знала, что такое рага-джем. По тем временам это ещё не называлось дэнс-холлом. И, в общем, я на них посмотрела, и, что странно, у меня не возникло желания пойти туда заниматься. Я просто посмотрела и подумала, вау, вот это круто. И продолжила тренировать свою команду вот этих пятиклассниц. И со временем моё тренерство выросло на базе общеобразовательной школы. То есть я в ней училась, и я в ней же и работала. И доросла до того, что стала вывозить команду школьную на чемпионат России хип-хоп Юнайт. И меня взяли работать в спортивную школу. У нас есть Дю США здесь с отделением хип-хоп государственное, где я и сейчас работаю, вместе с моей командой. И отправили на соревнования в Москву, где мы случайно, ну, был такой, видимо, сезон, обошли команду Джокер на одно место. То есть команда под моим руководством, я ещё сама тогда выступала, заняла там восьмое место, а Джокер с неудачным сезоном девятое. И мне было так неловко, я так извинялась перед Людмила Николаевна и перед тренером, что типа вот, мол, простите, как же так? Реально, я вот готова была сквозь землю провалиться. И случилась у них смена состава, нам нужно было ехать на чемпионат Европы хип-хоп Юнайт в 2011 году, кажется, в 2011, в Италию. И Людмила Николаевна говорит, у нас нет людей, вставай в состав. И вот так я попала в команду Джокер, мне было 18 лет. Они тренировались там, Настя, по-моему, Корсикова с 6 лет, Ксюша с 8, то есть они выросли там. И я встала в состав команды Джокер тогда. Было невероятно трудно делать прогоны, это был ад. Ну, типа на второй части темнело в глазах, всё. Но мы съездили на чемпионат Европы не очень успешно, но за бюджетные средства, что немаловажно, за спонсорские, по-моему. И всё было как бы классно, но команда просуществовала с тех пор недолго. И я вот не успев, наверное, наесться вот этим вот существованием своим в команде тогда, мне очень сильно не хватало. А девчонки выросли, ну, кто-то там замуж, кто-то в институт, кто-то в другие города. И команда, ну, как это водится, там, 18-19-20 лет, когда всем наступает, она потихонечку начинает разваливаться. И очередные соревнования. Настя Крыськова с Ксюшей летели там в самолёте, а у меня уже тогда была команда Scream, и они уже были первые на России и третьи на мире на Юнайтовском. Совсем малыши, семилетки. То есть я, ну, я не могу сказать, что я раньше начала делать, танцевать в команде или тренировать. Это как-то со мной случилось очень параллельно. Но, безусловно, те знания, которые мне дали, дала Людмила Николаевна в команде, Джокер, ну, много дало в тренерстве в целом. И девчонки прилетели на соревнования, где я уже была с командой в Голландию, и говорят, мы решили попробовать открыть студию. Это какой год? Не соврать, 13-й, наверное. А, ну, нам в этом году 11 лет. 2013-й. 13-й. Да. В феврале 2013-го мы открыли школу танцев. Им было страшно, я помню, ну, как это всё будет работать, как мы будем тренировать, потому что они этого не делали. На тот момент мне страшно не было. Я сказала, да, давайте я с вами. Не вопрос, я какая разница, так тренирую, или где-то буду с вами тренировать. Вот с тех пор мы это развиваем. Но я не могу сказать, что я натанцевалась в команде. Но больше такой возможности просто какой-то, ну, именно той команды, в которой мне бы хотелось там за это время потанцевать. Или танцевать в составе своей команды, я не представляю, каково это. Это для меня небо и земля, просто быть тренером и танцевать. Ты выбираешь что-то одно, да? Ну, в смысле, ты видишь в этом какой-то... Не видишь одновременное развитие двух путей в одном. Да, и это нужно обладать какими-то сверхспособностями, чтобы и самому встать, и ещё это всё чистить, отрабатывать, доносить. Это сверхресурсы какие-то организма. И так для меня каждый раз это сверхресурсы. А как это делают люди, которые встают в состав команды, я не знаю. Мне кажется, что это может быть в ущерб результату, а вот это вот точно не для меня. И, ну, в общем, такой какой-то интересный танцевальный путь, в котором я успела очень сильно влюбиться в педагога, да, потом очень сильно потерять вообще всё, что я хотела, потом найти это, вдохновиться снова. Но как будто бы, ну, вот прям натанцеваться в команде, ну, мне было недостаточно в этом пути. Поэтому я вообще не представляю, как люди могут бросить вот это вот. То, чем мы все занимаемся, соревнования, поездки. Даже если... Ну, у нас сейчас так и есть. У нас никто не бросает, у нас все танцоры, которые вырастают, они либо становятся тренерами, либо работают у нас, там, не знаю, в организации мероприятий и так далее. То есть остаются всё равно в тусовке, в движухе, либо судят и так далее. Потому что это такая большая любовь. А когда вы школу-то открывали, как это было, скажи, пожалуйста, это было сразу на каком-то таком, ну, первую, которую открыли, на каком-то профессиональном уровне? Ну, или это было... Нет, конечно, это всё... Надо сделать на троечку, прикрути на пятёрочку. Это всё было... Это было забавно, очень смешно, тоже не раз об этом где-то рассказывала. Во-первых, бюджет, по-моему, был, ну, не соврать, 50 или 80 тысяч рублей, которые нам любезно предоставил папа Настя Крыськовой. Мы потом с ним рассчитались. Ну, по нынешнему, вот по этим временам, ну, я не знаю, что можно сделать на 50 тысяч рублей. Не знаю, музыкальный центр может быть какой-нибудь. Только колонки какой-нибудь. И зал размером с коридор, прям реально, то есть в две линии танцевать было уже тесно. Обои клеили сами, но как-то так случилось, что меня не было, девочки вдвоём клеили обои, я пришла на утро, обои отвалились. Ну, вот такого плана это был зал. Но мы там недолго проработали, получается, с февраля до... Ну, до июля мы проработали в этом зале, и уже с сентября открыли, ну, более-менее такой филиал на два зала. Он до сих пор у нас работает, он расширился потом до четырёх. Но, блин, было вот как-то в молодости не страшно. Ну, да. Ты и полы моешь, и ты админ, ты все группы провёл, потом ты всю классу посчитал, и у тебя есть всегда ресурсы на это. Да, чем раньше начинаешь, наверное, тем лучше. Но когда началась эта история с СВО, были мысли, что, типа, всё, переезжаем, меняем страну, начинаем всё заново, ну, между собой вот мы разговаривали втроём с девочками, и... Ну, я постарше их слегка, и я думала, нет, ещё раз я это всё с нуля, ну, точно не вывезу. Поэтому вот чем раньше, чем лучше. Но когда открывали студию, Насте было 17. Получается, как название школы-то появилось? А именно потому что были Джокерс? Название школы появилось потому, что была команда Джокер, более или менее Джокер, да, и известная в Красноярске. Ну, то есть, среди танцевальной тусовки того времени в Красноярске... Это была дань уважения, где ты занималась? Нет, это была отсылка к тому, что вот мы все оттуда, так или иначе, девчонки там вообще выросли, научились танцевать. И почему Харлин? Потому что это подружка Джокера, девочка. Типа вот мы девочки из команды Джокер, ну, там такая привязка. На самом деле, ну, я не скажу, что я жалею, что наша школа так называется, но каких только перевираний названия не случалось в жизни, тут нас называют то Харлей, то... Ну, просто это масса вариантов, можно как-то было... Давай, один раз для всех, как правильно, чтобы все запомнили. Харлин, Харлин Джокерс Дэнс Студио. Харлин Джокерс Дэнс Студио. Только посмейте это назвать, еще раз как-то неправильно. Да. Вот такая вот, ну, сложное название. Если бы мы тогда понимали что-то в нейминге и в маркетинге, который должен работать, наверное, это называлось бы по-другому. Да, по мне так запоминающееся название. Кто это, кто это? А, это Харлин Джокерс? Да-да-да. Что-то такое. Победа на чемпионате мира. Сложно? Как это вывозить вообще группу подростков, детей? Детей? Детей же тоже, да? Детей, да. Это была детская категория. Я не знаю, так устроен мой мозг, и я верю в это, и я буду пропагандировать это, что мысли материальны. Я, ну, вот честно, от всей души всем желаю, ну, либо это целеполагание, я не знаю, то есть представляйте свою мечту от и до. Ещё, наверное, до открытия студии у меня на персональном компьютере, где монитор был вот ещё такой, была папочка с подборками, с фотографиями того, чего я хочу, там, танцевальная школа, пейдестал чемпионата мира и так далее, и так далее. Исполнилось всё, кроме собаки, потому что у меня аллергия на шерсть. Но я настолько к этому шла поэтапно, и это как будто бы, ну, не недосягаемая мечта, а, ну, типа, это просто шаги, такие чек-лист, которые ты выполняешь, чтобы этого достигнуть. И первые победы, они всегда невероятно крутые, будь это местные соревнования, куда ты первый раз выставляешься, или там Россия, или международные, тебя это невероятно впечатляет. Но до победы на чемпионате мира было серебро. Я повезла туда команду «Скрим», первый раз поехав в Америку, действительно, одна с группой 11-летних, там, 12-летних детей. Было сложно, но очень интересно. Были там дома, где нас не заселяли, потому что не хватает взрослых. Приходилось экстренно, там, в Лос-Анджелесе искать, куда заселить вообще детей. Интересные экспириенсы, такие, которые дают большой опыт. Но моя мама до сих пор переживает, если я куда-то лечу без детей. Как ты одна полетишь, и на мне говорит. Я говорю, то есть, я и 8 детей, это окей, а я одна, как я долечу. И вот после серебра на чемпионате мира мне стало абсолютно очевидно, что нужно сделать, чтобы выиграть. Вот я не могу это объяснить. Я приехала, и я на другую команду поставила программу, которую я знала, что они... Ну, если они её сделают так, как мне надо, то это будет золото. Я приехала, и всем так сказала, я знаю, как это выиграть. Это математический мозг. То есть, я вообще не гуманитарий и не до крайности творческий человек. Я очень рациональный человек. И победа на чемпионате мира была вау только потому, что в финале упал один из танцоров. И этого до сих пор, наверное. В команде. Да, да. То есть, они были первыми после... Ну, во-первых, на отборочном туре было выступление, которое я никогда в жизни такого идеального выступления не видела. То есть, это была наиготовившая команда просто. Ну, вот им до сих пор, они до сих пор тренируются, и я до сих пор им говорю, вот как в 2017-м бы. Вот хоть раз бы еще повторили так, чтобы тренер реально стоял и думал, это сделали, это сделали, это сделали. И они были первые после отборочного тура, ну, и ты тут уже понимаешь, на что ты претендуешь. То есть, вот это была первая радость. Потом во втором туре все осталось стабильно. Ну, и, казалось бы, выходишь в финал, уже там отрыв по баллам, ну, недосягаемый, и он там падает с заднего сальта. Это вижу я, и я не знаю, видят ли это судьи. Ребенку там на тот момент 11 лет, на него орет вся команда. Мать здесь, в Красноярске, смотрит трансляцию, уже говорит, что это не мой сын. Бабушка сидит с иконой в студии, потому что, ну, уже вариантов нет. И вот тогда победа становится неожиданной. И тогда это, вот я сейчас говорю, у меня мурашки, и тогда это вау. Потому что, как правило, победа – это же результат огромного труда. И она для тебя оправдана и заслужена чаще всего. И эффекта вау, ну, я не знаю, у меня лично давно уже не происходит, когда я вижу, почему это произошло. Я выступление смотрю, и я примерно понимаю, да, первые, не первые. Ну, это если мы говорим про чемпионаты, где судейство нам понятно. Как ты воспитываешь таких чемпионов? Да, я когда читала твои вопросы, я думала, а как я воспитываю таких чемпионов? Вот ты вот говоришь, что победа – это не вау. С тобой согласен, когда ты чётко знаешь, выполняешь шаги, которые ты знаешь, что не приведут. Ты веришь, ты полагаешь, ты делаешь, которые тебе приведут к победе. Но как это детям объяснить? Да-да-да, далеко не всё зависит от тренера. То есть даже если ты придумал невероятно выигрышный номер и поставил суперкрутую хореографию и всё развёл, ты не можешь быть уверен на 100% в тех людях, которые выходят на сцену, что они это сделают, да, потому что это не твоя голова, это не твой момент, то есть тренер до какого-то момента вкладывает свою работу, а дальше работа их. Ну, во-первых, мы выращиваем танцоров с очень раннего возраста. Я, ну, те команды, которые у меня сейчас есть, это Бласт и Фанки-Манки, тренируются Фанки-Манки с трёх лет, лично у меня. Никогда бы больше не взяла себе трёхлеток, это полный ад. Но есть в этом, ну, я не знаю, мы закладываем какой-то спортивный дух, и, безусловно, они, ну, вот что касается прямо моих учеников сейчас, они видят, как мне это важно. Вот мне иногда кажется, что они превозмогают себя ради меня, честно. Ну, как бы это обоюдно, потому что я тоже это делаю, зачастую ради них там больные, кривые, все сломанные, мы все собираемся в зале и тренируемся. Но со временем, когда начинают меняться составы, да, частично, вот сейчас там у Бласта очень сложный период, у них полкоманды стареньких, те, кто выиграли Хивом Турнешнл в Америке, когда были ещё в детской категории, и сейчас мы переходим во взрослые, и полкоманды абсолютно новых людей, которым сложно разделить вот эти ценности, которые мы вместе прожили. Да, ребята, которые сейчас полновая команда, они не тренировались у тебя? Ну, они вообще просто... Да, они тренировались на базе нашей школы, да, у нас есть там система подготовки групп, которая позволяет там вначале выучить базу танцевальную, потом сложнее хореографию, вариации и так далее, а потом на отборе попасть в какую-то команду. Ты как бы берёшь не нулевых танцоров, но ты берёшь людей, наверное, с нулевым спортивным опытом, именно вот этим вот без закалки характера, без понимания того, или точнее, может быть, даже с нормальным сознанием, не таким, как у нас, что почему я с температурой должен быть на тренировке? Это что за дичь? А у нас же, ну, мы как бы по-хорошему больные люди своим делом, и, ну, наверное, для меня успешная команда – это команда, в которой каждый так или иначе этим болен. И я не знаю, как я их выращиваю. Ну, как-то сильные люди притягивают сильных. Даже внутри команды, когда смотришь, не приживаются где-то новенькие, кому это не так интересно или не так важно, уходят. И сейчас вот, например, у Фанки-Манки очень мощный состав сформировался, хотя он тоже на какой-то процент из тех людей, которых я не воспитывала с детства. Как-то перебираются люди. Ну, Фанки-Манки – это дети? Ну, они уже юниоры. Они уже юниоры. А, уже юниоры. Ну, дети, наверное, там, про что хотел сказать, что тут ещё от родителей многое зависит. То есть, чтобы привести больного ребёнка на тренировку, например, не каждый родитель на это согласится. Да, но это большая работа. Безусловно, это известная истина, наверное, что работа там в спорте или, ну, в нашем случае, там в танцах – это связка родитель-тренер-ученик. Это не может быть однобока, и если какое-то звено выпадает, то это не работает. Бывают же случаи, когда родитель заряжен больше, чем ребёнок. И родители тренер хотят, а ребёнок как бы нет. Тут тоже нужно вовремя это понять. Но у нас очень много семей тренируются поколениями. Ну, если там вот один танцевал у меня в скриме, старший брат Степан, то другой в Фанки-Манки, например. Ну, и там как бы у мамы на холодильнике моя фотография висит, и они всей семьёй мои на тренировку. Это чистая правда. Да, это хорошая история, когда родители понимают, куда они вообще что хотят от своих детей. Блин, когда родители включены вообще в процесс жизни ребёнка, и они начинают ездить вот на эти соревнования, неважно, выигрывают или не выигрывают, они понимают, что это целый другой мир. Это такое развитие колоссального кругозора и путешествия, и новые знакомства, и новые эмоции. Это совершенно другие дети. Мы воспитываем совершенно отличное поколение от тех, кто не занимается. Ну, конечно, это даже возьмём, что дети не болтаются на улице, например. Это колоссально. У них другие ценности воспитываются. Почему, по твоему мнению, танцы пока не на таком уровне, как спорт? Вот. Ну, как, например, ну, футбол, наверное, тяжеловато сравнить, любой даже спорт, даже какой-то волейбол. Но хип-хоп юнайт, да, выходит он в спорте? Хип-хоп юнайт, да, это официально... Ну, сейчас сложно говорить хип-хоп юнайт, потому что хип-хоп юнайт – это тоже представительство европейское. И сейчас это больше хип-хоп дисциплина в рамках вида спорта фитнес-аэробика. Просто мы все это знаем под брендом хип-хоп юнайт, и так называемо. Ситуация точно такая же, как с хип-хоп интернешнл, на самом деле. Нас на международных чемпионатах не ждут. Но это вид спорта, да. С чем связано менее серьёзное отношение финансирования и так далее? Ну, во-первых, для хип-хопа со спецификой, наверное, людей в хип-хоп-культуре. То есть крутой танцор хип-хопа, он что? Он не пойдёт подписывать документы. Он, ну, вот эта бюрократия и хип-хоп – это просто две полярные вещи. Поэтому те люди из хип-хопа, которые всё-таки взялись, разобрались в этой бюрократии – это малая часть. Огромный пласт талантливейших танцоров, тренеров и так далее. Просто гораздо проще выйти на батл или на любой другой чемп, где от тебя ничего не нужно, нежели разбирать в спорте. Это действительно очень сложно. Я, блин, разбираюсь в этом 15 лет, и у меня каждый день вопросы до сих пор. Какую бумажку куда подписать, чтобы присвоили там кандидата или мастера спорта. Но в этом есть весомый плюс для родителей, когда ребёнок становится мастером спорта по хип-хопу, когда есть огромная поддержка от государства, финансовые выплаты различные за призовые места на чемпионатах, оплачиваются перелёты и по России, и международные. Но чтобы этого добиться, даже тренеру, тренеру нужно провернуть невероятную работу, чтобы разобраться в этом всём. Это бюрократия. Ну, когда-нибудь мы к этому придём? Я к этому иду, пришла. И я работаю в этой системе действительно. И это очень сложно. Это правда сложно даже для меня. Я не представляю, как какого-нибудь батлового танцора наикрутейшего взять и затащить в эту систему. Правда. Чтобы ему не наскучило это через день. Может быть, он найдёт, должен быть кто-то тот, кто будет это делать за него? Или найти такую... Вот, к сожалению, так не работает. Я уже, честно говоря, пыталась несколько моих друзей, которые могли бы судить офигительно чемпионаты, подтянуть таким образом. Вот так не работает. Тут всё-таки нужна инициатива непосредственно танцора, разбираться. Даже чтобы судить, нужно проходить семинары, получать судейскую категорию. И это просто бюрократическая машина. И до тех пор, пока... Для меня хип-хоп и бюрократия – полярные вещи. Я очень хорошо понимаю людей, танцоров, которые не хотят это делать. Но я делаю. Необычные случаи на чемпионатах. Такие, ну, помимо падений, которые я тебе рассказала на финале. Это самое яркое, что приходит в голову. Необычные случаи. Однажды мы опоздали на поезд, мы и 50 детей. Это где? Было очень весело. Это было в Омске. И мы... Это история про то, как нам доверяют дети. Мы были в Омске. Я, Настя Крыськова, и наши несколько команд в общей сложности 50 человек. На тот момент билеты на поезд, на них печатали время московское. И мы, ну, как бы, как жители Красноярска, прибавили 4 часа и были уверены, что всё окей. Но оказалось, в Омске надо прибавлять 3. Но дело в... Ну, как бы, это я сейчас очень кратко рассказываю историю. Дело в том, что все 50 детей отчётливо понимали, что мы опаздываем. Но ни один не сказал ни слова. Да, вот это доверие получается. Да. Ну, мы потом очень долго пытались их проучить разными способами, что так делать нельзя. Но пихали мы в поезд детей основательно, без документов, целыми пачками. А там он потом через границу с Казахстаном едет. Ну, и там очень длительная история с проводниками поезда и так далее. В общем, мы успели почти всех посадить, кроме, по-моему, 11 человек, которые вместе с нами следующим поездом отправились. Но мы тогда, когда это всё разрулили, и почти все дети уехали, мы сели вот так с ней на вокзале и смотрим, и я говорю, я седаю. Это был интересный экспириенс. Это был 2016 год. Какие-то ещё случаи на чемпионатах, да их масса, бывают дети. Я забыл костюм. Ну, это... Такие вещи. Это обычное. Это обычное дело, да. Кто-то нажал кнопку... Кто-то уехал в другой город выступать. Нет, такого не было. Кто-то нажал кнопку пожарной эвакуации в гостинице, и высотное здание эвакуировалось, а потом этот кто-то говорит, я случайно нажалась. Ничего себе. Вот такого рода истории. А пожарная-то не приехала? А пожарная не приехала, просто все иностранцы эвакуировали там на улице. Эффект достигатора у тебя во всём? Да. Я читала этот вопрос, я говорю, ну, наверное, людям кажется со стороны, что да. Но я просто, типа, делаю то, что хочу, по факту. Я бы не сказала, что я ставлю цель, и несмотря... Ну, нет, и несмотря ни на что её достигаю, но это цель та, которая я хочу. Если я понимаю, что мне что-то не надо, я этого делать не буду. Во всём или нет? Ну, я говорю, я чаще множество моментов в своей жизни я намечтала. Вот прям навизуализировала, напредставляла и к ним двигалась. Книга желаний. Нет, её нет. Это просто перед сном детальное представление всех нюансов того, чего я хочу. Наверное, сейчас в моей жизни есть всё, о чём можно только мечтать, честно. Но, тем не менее, каждый день я с 20.00 до 24.00 тренирую свою команду и мечтаю, чтобы у неё что-нибудь получилось. Прикольно, что сезоны меняются, то есть всегда есть цель. Тебе всегда нужно команду довести до результата. Не могу ответить на вопрос. Наверное, во всём, но это неосознанно. Не считаю себя таковой, но, наверное, надо бы. Где-то там внутри, это просто у тебя автоматически? Ну, это просто такой характер, такой склад ума. Просто же, ну, как бы я и детям говорю, что не делайте, делайте на максимум. У нас уковыряйтесь, ковыряйся нормально, блин. Ну, как бы вот такая позиция по жизни. Зачем что-то делать? Не максимально. Зачем тогда вообще это нужно? Зачем вообще начинать? Знаю, что вы были на ТНТ, на танцах. А считаешь ли ты там всё справедливым? Ну, считаешь ли ты, что там всё как надо? Я сейчас вот без скандалов, антрик и расследований скажу очень интересную вещь. Время на танцах на ТНТ – одно из самых счастливых. Беззаботных. Не беззаботных. Одно из самых впечатляющих в моей тренерской карьере. Это было настолько вау. Мало кто может так сказать после танцев на ТНТ. Действительно, я это осознаю. Даже я... Да, там все в негативе постоянно. Но, во-первых, к тому моменту уже закончились международные чемпионаты. Мы уже не могли никуда выехать. Но я поэтому и говорю, что, типа, я это имел в виду, что на расслабоне, что уже такой больше кайфовый момент, что ты... Нет, это не было на расслабоне. Это было вот с заменой чемпионатов для меня. Это было такой новой целью с горящими глазами добиться максимально возможного на тот момент результата. Потому что уже был коронавирус, и уже были чемпионаты только онлайн. И проходя от этапа в этап в новых танцах, почему так кайфуешь? Я вот сейчас ехала и анализировала. Потому что там есть момент удачи. Каждое голосование, это не результат твоего выверенного по правилам хип-боп интернешнл-труда, а это там Даня Милохин. Ну, к примеру. И ты вот от этого реально вскрываешься, потому что это момент фортуны. Тебе повезло. И ты такой, да, это как будто выиграть чемпионат мира. Каждый этап, я клянусь. И у детей, и у меня, ну, это просто до мурашек. Это во-первых. Во-вторых, мы здесь, у себя в школе, тренируем очень сильные команды. Ну, действительно, если у нас посмотреть, вот через неделю будет чемпионат и первенство Красноярского края, это была бы, ну, по крайней мере, в Хихоп Юнайте тройка призеров чемпионата мира. И вот мы выходим здесь такие, ну, нормально номер поставила. И ты нормально. Всё супер, ну, типа, дальше работаем. А я приехала на танцы на ТНТ, ко мне люди подходят и говорят, это так талантливо. Вау, как ты это придумываешь? Мне никогда никто так не говорил. Для меня это было настолько непривычно и настолько вдохновляюще, когда твою работу хвалят, что мы здесь в своей рутине. Уже не замечаете этого. Ну, не принято сказать, типа, ты классно поработал. Вот если ты плохо поработал, тогда это можно обсудить. А если ты что-то сделал классно, ну, типа, это само собой разумеющееся. Ну, какие вы... Ну, это я там почувствовала. Я почувствовала, что можно оказываться по-другому, и что можно наслаждаться тем, что ты сделал. И для меня это было вообще супер открытие и супер время. И третье, за что я очень сильно благодарна танцам, это за дружбу с Вовой Гудым. Мы невероятно сошлись с ним характерами. Я не знаю, как это... На мой взгляд, в возрастном возрасте друзей найти очень сложно. Я вот прям Вову искренне считаю близким другом, и мы общаемся и сейчас. Там сколько лет уже прошло после танцев. И это не связано с танцевальной индустрией, то есть мы общаемся просто как друзья. Но вопреки сложившемуся мнению, Вова не ставит мне локинг. Только хотел спросить. Никто ничего мне не ставит. Так и он строит, никто ничего мне не ставит. Да, да. И локинг в том числе. И Стаси Афра мне не ставит тоже. Это тоже из друзей, приобретённых во взрослом возрасте. Что касаемо результатов танцев на ТНТ, ну, мы дошли до, получается, финала среди команд. То есть осталась тройка команд. Агни, мы и... И Альянс. И в тот момент мне казалось несправедливым, что не мы прошли дальше. Ну, по моему анализу номеров. То есть если бы я судила, пошли бы дальше мы. Но у нас не было ничего дальше. У нас не было ничего готово. Ну, как и у остальных, в общем-то, тоже. И до съёмки финала между командой, солистом, детьми и дуэтом, было четыре дня. И когда я смотрела на детей, говорила, да, мы сейчас пройдём. У меня команда разделилась на две половины. Одна половина, которая, да, да, мы сейчас всё сделаем, чтобы пройти, а другая типа, нет, у нас ничего дальше нету. Ты что, сошла с ума? Как мы будем готовиться? Они реально смотрели на меня. А я там уже перед выступлением вот в финале среди команд, там уже какие-то заготовки на следующий номер, музыку мы там с Гудымом нашли. Попробуйте это. И полкоманды реально отказывалась вставать, чтобы попробовать. Такие, не-не-не, не гони. А они понимали, что их ждёт четыре дня бессонных. Ну, не то, что бессонных. То есть, ну, для меня, и это мы плавно переходим, видимо, к следующему вопросу, для меня выпустить неготовое выступление, это, ну, недопустимо. Да. На такого уровня, ну, как бы на всю страну. Ничего, это не про меня. И надо было бы действительно, я не знаю, я не знаю, как мы бы успели. Поэтому потом, анализируя этот путь, мы все сошлись на том, что и слава богу, что мы в этот финал не прошли, потому что... Это всё твоё как-то желание. Надо бы сработать на другом уровне. Да, потому что было бы... А, не готова? Ладно, не пойдём. Да, потому что было бы гораздо менее качественное выступление в следующем туре, чем мы прошли путь до этого. Но так сложилось, что нас оставили участвовать ещё в закрывашке, и мы весь проект прожили от начала и до конца на танцах. То есть, по факту, эмоционально все были на подъёме счастливы, что мы тут в проекте, но уже расслаблены от того, что не нужно очистить номера бесконечно. Да. И это был, ну, очень классный путь, но после этого половина команды выгорела так, что они уезжали, ушли и решили сделать перерыв, что, на мой взгляд, было их кардинальной ошибкой, потому что надо было дальше выращивать репутацию свою. Но сейчас уже почти все вернулись, отдохнулись. Ты всех взяла? Да, сколько бы я ни говорила, что я никого не возьму, я всех взяла. Да. Так или иначе, уходят, возвращаются, уходят сдавать экзамены, потом снова возвращаются. И ты с этим к этому нормально относишься? Нет. Отношусь очень плохо, но по факту те танцоры, которые с тобой прошли вот такой путь, они всё равно тебя понимают, ну, даже если ты просто смотришь на них, они понимают, что нужно исправить. И это другой уровень коннекта. Поэтому лучшие, чем они, я нигде не найду, поэтому я вынуждена их брать, но с недовольным лицом не убрать. То есть у тебя вообще нет такого, что ты выпускаешь какие-то сырые номера? Есть. На тех соревнованиях, где я могу себе это позволить. По твоему мнению. Или просто это же тоже разные... Ну, разная система оценки. Разная система оценки, да. То есть для тебя это сырое, а для кого-то, может быть, это типа... Ну, для кого-то может быть. Мы же не говорим о ком, кто-то хотел сказать. Но я... Нет, почему я могу себе позволить выпустить номер в сыром виде для обкатки? Ну, что значит в сыром? В сыром для меня это доставленный полностью, но он полностью в костюмах, прошедший там несколько кругов чистки. Но тот, с которым, например, танцоры физически не справляются ещё, ну, выносливостью, мог где-то там упасть, не знаю, там что-то запороть, но им необходимо этот опыт сцены получить. И... Но это касается больше новичков, да? Да нет. Почему? Всегда новая программа, это всегда физически тяжело, пока они научатся распределять силы в полном выступлении. Даже опытным танцорам тяжело. Тем более, что, ну, от номера к номеру ты же стараешься развитие какое-то дать. И на самом деле, когда команда выступает, и у них что-то не получается, я понимаю, что я сделала такой номер, в котором им есть куда в нём внутри расти, стремиться, чтобы у них получилось точнее, там, стильнее, грубовее, или просто вынести его. А если ты делаешь номер, команда с ним справляется в этот же день, то как бы, как будто бы и роста нет. Да, простите. Да. И что мы будем делать с вами дальше? Дальше что отрабатывать. Поэтому на каких-то соревнованиях, где это не решает судьбы жизни людей, дальнейшие там финансирования, например, на поездки или отбор куда-то, ну, более простые какие-то местные чемпионаты в ДК, не знаю, любая площадка для обкатки хороша, будь это выступление на корпоративах или наоборот стараясь. День города. Да-да, день города. Стараясь куда-то засунуть, выступить, попробовать, но стараясь, чтобы условия при этой обкатке, знаешь, ну, размер сцены, например, чтобы они не ужимали рисунок, то есть те, которые в дальнейшем будут использовать. Кого считаешь крутым танцором? Ну, кроме Волы Гудыма. Гудым просто моя любовь. Гудым и Стасия. One love. Да. Стасию считаю крутым танцором. Просто, не просто крутым танцором, невероятно крутым человеком с неисчерпаемым ресурсом, который иногда исчерпывается, и хочется просто её через километры, которые нас разделяют, обнять, прижать и пожалеть, но она воскресает и идёт дальше фигачить афро в нашей стране, и это просто космос, конечно. Очень много талантливых танцоров в России. Очень много именно сольных талантливых танцоров. Что касается команд... Ты знаешь, я слежу за сольными выступлениями, и да мне всё нравится, вот честно. Я даже команды другие смотрю, мне как бы нравится. Я всё время думаю, что это всё круче, чем делаем мы. Как-то вот так я всегда оцениваю своё творчество так, что можно круче, можно лучше, можно интереснее, и всегда есть на кого равняться. Во всех стилях есть очень крутые танцоры. Ну, а поскольку мы в своей специфике работаем со всеми стилями, да, тут сложно выделить одно какое-то направление, и стили появляются, и из последнего вот с Волги это Вахо и Мате. Очень круто. А ты как судья... Ну, ты же судья? Да, да. Как судья, что для тебя... Ну, допустим, если бы ты судила не в Европе Юнайт, где там есть определённые критерии, а что для тебя более, так скажем, важно, это подача и харизма. Только не говори всё вместе. Или это более техническое исполнение? Я в последнее время стала обращать внимание на такую вещь, как умение расслаблять тело в танце. Да, что-то ближе к тому, что быть здесь сейчас на сцене, что ты можешь такой типа раз и позволить себе... Да, умение показывать контраст между очень жёсткой физической работой и мышечным контролем, и умением в один момент обмякнуть, выдохнуть и просто стать самим собой. Вот, ну, прям часто стала за собой замечать, что когда я смотрю сольники, вообще я не люблю судить. Сужу хип-хоп Юнайт и являюсь судьёй всероссийской категории, потому что людей в хип-хопе, которые этот путь прошли до такого уровня судей мало, и, ну, как бы, это моё бремя, я его несу, я сужу и стараюсь делать это объективно, но судить не люблю. Но вот когда я смотрю сольники, просто для себя, как зритель, наверное, вот, наверное, это самое важное, чтобы до мурашек. И когда человек на сцене искренен, тогда это чувствуется. Ну, безусловно, там при всех составляющих двух соперников, да, ты будешь всё равно смотреть ещё на технику и так далее. Но искусство должно вызывать мурашки. Прикольнее, что судьи, допустим, сажать каких-то людей, которые не связаны с танцами, чтобы они могли адекватно оценить и вообще твоё творчество, чтобы это было просто замурашило тебе или не замурашило. Но там тоже есть свои нюансы, которые мы не будем об этом... Ну, просто что пересекается, что ты права, что ты когда-то видишь человека и просто, что, блин, понравилось. А потом уже, так, может быть, какой-то набор каких-то составляющих его исполнения. Ну, это, опять же, моё мнение, не знаю. Ну, расскажи. Это вопреки бытующему мнению. На свои команды я ставлю хореографию сама. Во всех стилях. Не может один человек круто танцевать в все стиле. Это факт. Чтобы избежать, ну, как бы ошибки в плане судейства, да, в плане, там, грувости или каких-то технических моментов, я сначала ставлю хореографию на своих танцоров, потом могу отправить к какому-нибудь носителю стиле и сказать, чекни, что не так, поправь. Где там в фэмвоге руки, например, неправильно с твоей позицией. Но, на мой взгляд, постановки, которые ты делаешь на своих танцоров, успешны только тогда, когда ты в момент придумки хореографии представляешь конкретно того, кто будет это танцевать. Мне непонятно, как можно, ну, типа, ту лексику, которую ты представляешь на конкретных людей, успешно перенести на совершенно других, которым она там не пойдёт, не так вкусно получится и так далее. Я бы даже сказал здесь с точки зрения, ты можешь это поставить, но ты выезжаешь, а человек остаётся отрабатывать другой. Я, наверное, вот про вот это больше. И это тоже, но и в целом, блин, ты же всегда, ну, я всегда вдохновляюсь людьми постепенно. То есть ты сначала знаешь, какие у тебя танцоры, и потом ты представляешь, что именно они классно сделают. Сложно команде, которая больше там чувствует себя, я не знаю, в влоги и афро поставить, например, брейк и локинг, и верить, что это будет успешно. Ну, это надо пройти какой-то определённый путь. Да, но они должны этим вдохновиться, развиться в этом и так далее. Потренироваться, чтобы это в тело вбилось, конечно, а потом уже... Нет, я сама тоже езжу, иногда ставлю постановки, но я это дело крайне не люблю. Я вот честно говорю. Мне кажется, что это какая-то медвежья услуга. Я делал постановки, делал один раз, но мы там работали, допустим, четыре, ну, в неделю, по-моему, или что-то такое, пять, четыре, четыре-пять дней мы работали. А, интенсивчик. Да, но это была постановка номера. Да, какие-то... Ну, могу сказать, что проблема в том, что нет времени отрабатывать. То есть ты такой... Нет времени донести, как именно ты хочешь. Да, ты делаешь, делаешь, просто у тебя четыре дня, у тебя команда, которую ты вообще первый раз видишь, людей, и ты... Да, у меня даже, я помню, такой момент был, ты вот сказала, ставим номер, и я такой, а я не знаю, какого человека поставить вперёд вообще. Потому что понятия не имеешь, как он в дальнейшем. А они на тебя смотрят, ты на них взял, и ты такой, типа, ну, давайте начнём учить. И ты пока в процессе, уже понимаешь. Знакомишься, кто из них, кто чуть-чуть может. Чуть-чуть, кто может что вообще сделать. Да, откровеночка сейчас такая. А ещё, как что потом с этим происходит, ты ставишь номер, люди его начинают отрабатывать, а в итоге потом итоговый номер получается немножко другим, потому что они убирают какие-то вещи, которые... Немножко, как правило, другим. Которые не пошли у людей. Да, и потом ты на каких-нибудь соревнованиях вот так смотришь и страдаешь. И даже немножко становится стыдновато, потому что стайл-то ты. Да, но я такое не люблю, я стараюсь называть ценник, за который меня не повезут. Я сейчас честно говорю. Вообще у нас в школе танцев есть целая методичка, по которой работают наши тренеры. Кто писал? Мы втроём писали методичку, надо бы её актуализировать и переписать, наверное. Сами уже сто лет её не читали. Всё время говорим, работай по методичке, как директрисы. Ну, вообще, да, каждая тренировка строится следующим образом. У нас есть базовые группы, это куда приходят люди без опыта, причём они есть на любом возрасте. То есть неважно тебе 7 или 15, ты можешь попасть в базовую группу своего возраста, где будут изучаться азы. Есть группы Advanced, это продолжающие, для людей с опытом. Не обязательно. Это ещё не команда? Нет, это ещё не команда. Есть, ну, туда попадают продолжающие люди, не обязательно с танцевальным опытом, но с опытом координации движений, может быть, из других видов спорта или чем-то схожим занимались. То есть люди, которые быстрее схватывают материал, грубо говоря. И система тренировок и в базе Advanced строится примерно по одному плану. Это разминка желательно, танцевальная, которая включает в себя движение так или иначе, стиля, который будет изучаться на тренировке. Дальше, если это базовая группа, то это базовые движения стиля, базовый грув. Если это группа Advanced, то это вариации этого стиля. И в конце заминка, которая раз в неделю либо растяжка, либо УФП, либо акробатика. Это вот по методичке. То есть наши группы, помимо того, что у нас есть в школе направление, как и везде, отдельно ВОК, отдельно там Афро, отдельно Брейкданс, огромная выстроенная система групп обычных, вот таких базовый Advanced, где люди учат все стили. Ну, не прям все. Если педагог, который ведет эту группу, это один тренер. То есть у базовой группы один тренер. Если он не танцует ВОК вообще, мы не заставляем его преподавать ВОК. То есть близкие себе стили. Но, как правило, наши тренеры – это наши же ученики в прошлом, и они большим набором стилей владеют и передают эти знания. Потом из группы Advanced ты можешь, вообще из любой группы, можешь просто с улицы, можешь с другого коллектива прийти на отбор в команды. Раз в полгода мы проводим отбор в команды в сентябре и в мае. Это такой большой кастинг, где все учат харягу, и мы просто всех отсматриваем. И оттуда берем людей уже в команды. Либо если мы видим, что у нас в какой-то нашей группе Advanced подобралось 8 или 15 человек примерно одинаковых по уровню владения танцем, то мы можем сформировать просто их. Большую команду. Да, без отбора. То есть, о, хорошие люди подобрались, вместе классно смотрятся, давайте сформируем. Как у вас вообще внутрянка устроена? Какие-то администраторы, кто за этим всем следит? Или это вы делаете? У нас огромный штат сотрудников, который все еще не работает так, как нам бы хотелось, мы выстраиваем свою корпорацию Apple потихонечку, потихонечку, пока построили огромную школу, которая действительно очень круто выглядит. Но над командой мы работаем. У нас много администраторов, да, у нас есть управляющие, у нас есть контент-мейкеры. Но все это все еще подконтрольно ежедневно нам троим. Пока не отпускают. Были попытки отпустить что-то на то, что справится команда, закончились не самым удачным образом, пришлось снова брать все в свои руки, и тяжело. Тяжело почему? Потому что все мы втроем, в первую очередь мы тренеры. И вот хоть что-то сделай, у тебя в приоритете будут костюмы, подготовка команды, нарезать музыку, а потом уже этот твой бизнес на 4 филиала, где нужно разобраться с системой абонементов. Просто это вот к душе настолько важно 8 человек на тренировке, а не огромная клиентская база и 4 филиала. Я не знаю, как мы до сих пор с этим справляемся, и справляемся успешно, наверное, потому что нас трое, где-то кто-то как-то перекрывает и удерживаемся мы в ресурсе, в итоге не теряя все дела из вида. Но работаем над тем, чтобы команда работала. У нас есть старшие тренеры, что интересная должность, это более успешные тренеры нашей школы, которые курируют остальные. Молодые. Да, то есть отслушивают музыку, которую они выбрали для номера, отсматривают рутинки, советуют, что переделать, прежде чем это все соберется в номер и повезется на какие-то соревнования. Согласовывают чемпионаты для начинающих тренеров. То есть мы же не знаем, у человека могут быть любые амбиции. Он вот первый раз команду собрал, поставил им номер, как он видит, и повез на Хиппо интернешнл. А у нас потом конфликты с родителями, потому что деньги потрачены, результата нет и так далее. И мы стараемся передать тот опыт и те грабли, на которые мы наступили, вот как можно быстрее отконтролировать и не допустить ошибок. Не все, честно говоря, наши начинающие тренеры этому рады. Кто-то сопротивляется очень активно, но мы это делаем с позиции во благо. Ну да. Мы расскажем, как мы уже опоздали на поезд. Пожалуйста, не делайте так же. Регулярные тренерские собрания, регулярные собрания. Да, вот хотелось спросить, как вы это сначала втроём? Это какой-то мозговой штурм, а потом на всех? Какой-то план целеполагания, так скажем, назовём? Это регулярная работа, да, у нас там еженедельные планёрки с управляющим составом. У каждого филиала есть свой управляющий, который следит, ну, грубо говоря, за тем, чтобы там расписание не скакало, за тем, чтобы тренер, который заболел, заменился на другого тренера, чтобы клиенты не страдали, решают какие-то внутренние текущие проблемы, там, отключение воды, света и так далее, вот такие технические. И вот у нас есть регулярная планёрка с креативным отделом, с управляющим составом, и отдельно раз в неделю, раз в месяц собрание со всеми тренерами, раз в две недели собрание со старшими тренерами. Ну, то есть это постоянная работа, где мы всё обсуждаем, у кого как дела, даём какие-то советы. Ну, это в таком формате, да, советческом? Да, простраиваем задачи, прописываем задачи, над которыми работает вся команда в том или ином направлении. В плане задачи там даже, так, ребята, вам нужно сделать там полномера до... Это старшие тренеры делают, дедлайны, всем остальным ставят старшие тренеры, да. Ну, есть такое. Если мы видим, что человек запутался, тренер, в своём творческом процессе застопорился и долго не может выбрать трек, то да, добровольно, принудительно, ты говоришь к этому числу уже, давай определись, уже хоть что-нибудь, иначе ты вообще ничего к сезону не успеешь, выставишь сырую команду, родители недовольны, дети не получат результат, и мы как бы упустим наших танцоров неизвестно куда. А неизвестно куда, конференции много в Красноярске? Да. Я не знаю, откуда в Красноярске столько желания танцевать, но у нас, на мой взгляд, три крупнейшие школы – это мы, это Evolvers. С большим уважением к ребятам относимся, и, ну, у них немножко другое направление, и они тоже на World of Dance летали в Америку и заняли третье, по-моему, место, достаточно известное, и в танцах на ТНТ Юлия Коробейникова хореографом была. Ну, то есть такая достаточно известная школа. И ещё Nice Day – это большой танцевальный фитнес-центр. Они организаторы Ючемпа. Сейчас больше знают их по Ючемпу. Вот недавно Гудыма привозили. Спасибо, Лёша Блинов, что привёз Гудыма к нам в Красноярск. Тоже немножко другое направление. Мы специализируемся на командах. Раньше ни у Evolvers, ни у Nice Day команд не было, но сейчас есть. Очень все три школы крупные, занимающие свой пласт клиентов. Переходят ли клиенты между школами, да. Но каждый, как правило, находит что-то своё. На мой взгляд, у нас это результаты, безусловно. То есть те, кто ищет, куда пойти, чтобы ребёнок выступал на чемпионатах, что-то там занимал, ездил и так далее, идут к нам. Но Evolvers – это больше творчества, на мой взгляд, больше концептуального творчества. А Nice Day – это медийное пространство классных танцоров с хорошим контентом. Но мы тоже к этому… Наталья, я хочу сказать, вы живёте. Да, мы к этому очень сильно стремимся, и у нас теперь и пространство не уступает наше. В общем, мы к этому идём, но у Nice очень крутая реклама, крутые маркетологи. Это работает, их знают в городе. Но мы, блин, очень, на мой взгляд, уважительно все тут уживаемся, друг с другом нормально общаемся. Но это вот так, или это типа за спиной потом? Мне кажется, уже все выросли. Раньше было. Вот во времена, когда все говорили, что хип-хоп не может быть видом спорта, это лет 10 назад, когда, ну, все считали, что хип-хоп – это только батл, и не может быть командным. У нас прям была такая заруба в городе, и прям были, не знаю, там посты в ВК, где была куча комментариев и полный срач о том, что хип-хоп командный не может существовать. Ну, как бы мы читали и делали командный хип-хоп в это время. Сейчас нет, сейчас все просто выросли, занимаются своим бизнесом, развитием своего дела, и ни для кого из крупных танцевальных школ Красноярска, на мой взгляд, это не есть просто бизнес. Все в это вкладывают душу, и поэтому это столько лет работает. И у нас у всех разное видение, безусловно, и мы все встречаемся на местных чемпионатах, конкурируем. И не всегда это, там, перевес в одну сторону. Часто, но не всегда. И, блин, все на достойном уровне. И очень круто, что при этом есть столько желающих танцевать, и столько желающих отдать ребенка заниматься. Но самое интересное – это родители. Родители, которые идут танцевать в команде, это просто... Показывай пример детям. Даже не пример, но они, как правило, сначала детей приводят, а потом идут танцевать в команде, и потом начинается, господи, мне наконец-то есть о чем поговорить со своим ребенком, потому что у меня на брейке не получилось ничего, а у нее тоже ничего не получилось. Вот это... И у нас сейчас три команды родителей, и еще, наверное, четыре группы. И вот эти вот группы 30-35+, пользуются популярностью. Ну и, типа, моей маме в этом году будет 55 лет, она танцует в команде, выступает на хип-поп Юнайте, на чемпионате России. Ну и как бы важнее всего у нее тренировки. Мне кажется, они таких не слышат, что такое количество родителей танцуют вместе с детьми. Ну и самое интересное, что во всех трех конкурентных школах тоже начали появляться команды родителей. И теперь уже это заруба среди команд родителей из разных школ. Внимание! Ну вот это новый уровень получается. Спасибо. Было приятно с тобой поговорить. Ребята, напоминаю, что это мой подкаст «Базар за дэнс», а вы всегда можете оставить комментарии и написать свои мысли, что вы думаете, как мы поговорили, и что вам понравилось, и что нет. И нам будет очень приятно. Настя, спасибо тебе большое. Спасибо. Было приятно. Было классно, да. Было классно, да.